Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у меня автомобиль Kia Sportage 2012 года выпуска двигатель 2 литра, автомат, передний привод пробег на автомобиле 92 тысячи километров зашумела задняя подвеска я уже менял на ней стойки и втулки стабилизатора как хозяин назвал как старая арба, говорит когда заезжаешь в какую-то кочку, неровность яму на дороге, грохот такой как будто подвески нет подозреваю, что сайлентблоки продольной тяги вышли из строя почему так предположил бьешь, когда по колесу, колесо ходит и звук металлический но помимо этого еще есть сайлентблоки подвижные внизу, сейчас подниму проверю еще их в каком состоянии они поднимаю вот этот большой продольный сайлентблок наверху он видно, он надорванный а здесь спереди он набитый удар приходится в демпфер резиновый вот если по колесу кувалды чуть-чуть побить двухкилограммовое удар не сильный но ходит колесо прилично и так же со второй стороны тоже сайлентблоки очень жидкие какие-то заказали оригинальные так же новые поставим а еще увидел вот здесь вот сайлентблок с одной стороны с левой он почему-то смещен в одну сторону он похоже оторван и тоже а его мы не заказывали его закажем потом заменим а сейчас надо снимать вот эту тягу рычаг откручивать болты откручивать крепление троса ручного тормоза потому что трос надо будет тоже вытащить и два болта крепления сайлентблока и все рычаг у нас будет снят а уже на снятом рычаге заменить сайлентблок легко но это хорошо не с цапфой все целиком снимать беру откручиваю так еще вот здесь я про который говорил сайлентблок подвижной внизу стоит бывает они еще хлопают но здесь проверил его он не гуляет я сейчас еще сниму когда рычаг передний смогу его покрутить на выворот простучать но на него тоже не похоже он молчит снимаю колесо и начинаю откручивать рычаг колеса снял откручиваю две гайки на 10 крепления троса ручного тормоза откручиваю гайку крепления провода датчика АБС и откручиваем вот этих два болта и откручиваем еще один болт крепления провода все это мы поснимали да нет надо надо было откручивать потому что мы здесь трос протянем откручиваем вот эти четыре болта на 14 откручиваем откручиваем все болты все болты снимаем все рычаг у нас с этой стороны с вами ждем теперь скидываем трос ручного тормоза здесь если сверху показать вот в этом месте он одевается как на крючок а вот здесь у него сверху фиксатор вот он стопор стопор снимаем скидываем с крючка и все и трос у нас выходит спокойненько вот стопор теперь можно скидывать трос поднимаем его вверх и снимаем его с крючка все трос у нас вышли теперь у нас остается только открутить два болта крепления сайленблока головка на 19 да придерживаем рычаг все рычаг у нас снят ну что действительно он оторванный вот она одно место вот оно здесь он надорванный но не оторванный и здесь он тоже оторванный и сбил вот видно по резине набито весь удар приходился в переднюю часть берем маркером метим его чтобы новый сайленблок нам поставить также по креплению чтобы у нас без смещения он встал и прикрутился возьму маркером метки сделаю берем новый сайленблок 55274 3w300 сайленблок оригинальный и также на сайленблок тоже поставлю метки и потом относительно этих меток буду уже запрессовывать взял трубу труба на 84 внутренний диаметр но садится на сайленблок плотненько здесь во-первых гудрон налипший и труба немножко искривлена поэтому с перекосом с таким идет сайленблок на 83 беру оправку на 82 и пробую выдавливать все сайленблок вышел теперь этот сайленблок отсюда выбиваю а этот сайленблок сюда вставляю только вставлять его буду теперь с этой стороны потому что здесь как бы заход сделан выравниваю его по меткам по своим вот так вот по меткам видно я сопоставил ну а теперь все точно так же в обратной последовательности здесь у нас выглядывало 7 миллиметров я «Об�» «Об� Mental» «Об� Sasha» «Об�енность» «Об� causa» «Об�igning» «Об�さい» «Об�owanie» «Об�nymi» «Об�Ray» Так, еще надо маленько. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Все, сайленблок сидит на месте. Идем устанавливаем. Еще хотел показать. Сайленблоки имеют крепления разной длины. Наружу идет короткий, внутрь идет длинный. И вовнутрь выступает больше, чем наружу. Поэтому, когда их устанавливаем перед запрессовкой, убедитесь, что установили правильно. Смазываю резьбу. Также смажу резьбу на болтах. И наживляю. Субтитры сделал DimaTorzok. Теперь наживляю здесь. Также смазал болты. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...